Областная фотовыставка проводится с 1963 года. За это время она собрала больше 5000 участников не только из нашего региона, но и со всей России. Ее победителями стали сотни молодых фотографов и именитых профессионалов. Тематика меняется каждый год. В этом году 53-я фотовыставка получила название «Человек труда». Как рассказал председатель регионального союза журналистов Олег Самарцев, всего было подано свыше 100 работ. Для финальной экспозиции экспертный совет отобрал 35 снимков, большинство из которых в этот раз были сняты непрофессиональными фотографами. Тема этой выставки, это опять же меня удивило, оказалась для фотографов очень сложной. Человек труда очень сложный объект. Во-первых, он находится в особом месте, на заводе, на фабрике, очень трудно поймать на улице, он всегда в работе. Во-вторых, это люди, понимаете как, у них особые лица, у них особые глаза, у них особые руки, и к ним надо присматриваться. На церемонии открытия наградили лауреатов четырех номинаций. Сделано в Ульяновской области «Человек труда», «Заводы всякие нужны», «Заводы всякие важны». Отдельную номинацию посвятили фото с медиками. Приз «Заводы всякие нужны», «Заводы всякие важны» вручили фотографу-любителю Вячеславу Щербинину. Конкурс на отбор прошли сразу четыре его работы. Участник признается, что о выставке узнал случайное, да и все снимки он сделал на телефон. Но это не помешало Вячеславу стать победителем. На фотографиях запечатлены его коллеги за работой. Выделяешь его для себя, понимаешь, что это центр событий здесь. Как-то в кадр попал мой друг, вот этот котик. Когда его там практически, ну совсем сколько ему было, может месяца полтора, я его туда забрал. А здесь вот ему уже где-то, наверное, около года, на самом деле. Командировка была достаточно длинная, то есть около 11 месяцев. Вход на выставку свободный, однако организаторы напоминают посетителям о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также об обязательном наличии сертификата вакцинации, справки о перенесенной болезни или ПЦР-теста. Экспозиция будет работать до 23 ноября. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправды ТВ.